Продолжение следует... Что вы предложите разумного, то мы и сделаем. Ну, я говорю разумного, потому что, если вы скажете построить здесь, ну, не знаю, там, туристический комплекс, конечно, мы его не построим. Но если вы скажете, создадим, вот сегодня приходил один человек, предлагает сделать хорошую парковую зону. Если он действительно придет с хорошим проектом, с интересным, мы, естественно, его поддержим. Там и налоговые послабления, и все, лишь бы только была инициатива, она любая поддерживается. Ну, то есть, в разумном мере, по финансовым вопросам? Ну, знаете, финансирование может быть складывается не из того, что дали денег, а из того, что, например, софинансирование, там, вклад, предположим, конкретных жителей конкретного дома и местной инициативы, так сказать, и вклад бюджетных средств. Или, например, послабление по налогам, если это предприниматели, это перспективу дает, потому что там можно разворачивать любой бизнес. Там варианты есть. Если это в интересах города, в интересах жителей города и молодежи, без сомнения, будет поддержана инициатива. А будет ли развиваться в нашем городе промышленный план? Вот это очень трудный вопрос. Территория под транспорт, под, как раньше говорили, под логистические центры, промышленно-парковая зона отмежевана. Если будут инвесторы, которых заинтересует нашу территорию. То есть, мы здесь как-то повлиять даже и не можем. Мы можем только не отпугивать никого, кто желает здесь что-то создать. Но пока таких глобальных перспектив по развитию промышленности лично я не вижу. А вот еще возвращаясь к первому вопросу, вот в прошлом году в школе писала проект по строительству детской площадки в районе лыжной базы. Можно вам его предоставить, посмотреть? Пожалуйста. Ладно, договорились. Пожалуйста. Почему дом малютки отдали психиатрической больнице, а не открыли там детский сад? Ведь там все условия для этого. Это с вашей точки зрения, что там все условия с точки зрения того, кто задает этот вопрос. Но первое, хочу сказать, дом малютки, который был, это была государственная собственность, не собственность города. Поэтому то, что лежит в твоем кармане, мне не принадлежит. Правильно? Мы командовать здесь не могли, хотя борьба, попытки и не закрытие дома малютки, и получить его в нашу муниципальную собственность были. Но поскольку областная собственность, они что хотели, то и расположили. Что касается там создания детского сада, это утопия, потому что тот детский сад Калинка, который открыт на базе детского санатория, ну его с горем пополам приняли в прошлом году, а в этом году более чем на миллион написали предписание, и он теперь опять на грани закрытия. Потому что не идеализируйте. К сожалению, у нас так много развелось надзорных служб, которые диктуют нам условия жизни. И вот на сегодняшний день, поскольку это будет слушать, наверное, молодая аудитория, на сегодняшний день для того, чтобы выполнить предписание только отдела пошнодзора, нам нужно на все учреждения образования, на детские сады 60 миллионов. Для сравнения собственные доходы муниципалитета за год 135 миллионов. Это 60 миллионов только, чтобы выполнить предписание, еще надо детей кормить, нужно платить за тепло, свет и так далее, и так далее. Ну вот, поэтому представьте себе, как перестраивать здания совершенно неприспособленные. Поэтому реально там детский садик все равно нам бы не получилось разместить, потому что очень-очень много нюансов. Первый нюанс – котельная в подвольную, в общем, нереально. Ну, у нас в городе, он как бы острый, вопрос стоит насчет детских садиков. Я слышал, что не хватает мест, как бы. Ну, мест не хватает, да. Сейчас больше 400 человек стоит на очереди. Ну, это всех возрастов детей. И эта проблема вообще общероссийская, потому что, знаете, тенденцию, когда сады ведомственные особенно закрывали. А вот сейчас обратный процесс пошел, но он не настолько еще... у нас его и нечего делать, потому что изменились требования к детскому учреждению. Вот если бы этих жестких требований не было, наверное, можно было даже это здание, бывший детский садик отдать под детский садик. Но не отдаем, потому что оно уже не подходит под детский сад, потому что требования, я говорю, настолько резко изменились. Вот. Но мы не попали до 2013 года в строительство нового детского садика, в программу областную. Но говорят, что эта программа будет развиваться, и потом время так очень быстро меняется, ситуация меняется. Кто его знает, может, что-то и получится. По строительству нового детского садика, по крайней мере, первые шаги по отведению места, земли, это тоже длительный процесс. Сейчас это все делает уже администрация города. Что касается мест дополнительных, есть такая норма обеспеченности детскими садами. Ну, просто сказать, сколько, допустим, востребовано столько-то, обеспеченность столько-то, вот норма обеспеченности. Так вот, мы, ну, не знаю, к сожалению, в целом по области в эту норму обеспеченности вписываемся. Значит, есть места, где еще хуже. Вот. И вот, видимо, поэтому мы в программу-то не попали, вот, по строительству нового детского садика. Но на контроле этот вопрос стоит. Даже говорили там о приобретении трехъярусных кроваток, чтобы высоветить место, еще порядка ста детей разместить. Ну, не знаю, пока это проблемой остается. Вот в области идет борьба с распитем голых напитков в общественных местах. Вот у фонтана у нас и на верхней площади у детского центра в вечернее время молодежь собирается, распивает спитные напитки. Собирается ли как-то администрация города с этим бороться? А молодежь как собирается с этим бороться? Со своими друзьями, товарищами. Я уже говорю, что, может быть, молодежи с этим начинают бороться, со своими друзьями, чтобы у них интересы другие были. Что касается влияния на данную ситуацию, здесь, я думаю, что нужно обратиться к правоохранительным органам, которые должны обеспечить соблюдение этой законности. Здесь у нас действительно есть темное пятно в нашем взаимодействии. Я с вами соглашусь. Это, по-моему, не только в Котиночной, по всей России. Везде, везде, да, и в ночное время и пиво распивают, и все. Иногда облавы, конечно, проводятся, но очень редко, а безнаказанность порождает дальнейшее нарушение закона. Поэтому, да, принимаю как упрек в адресы администрации и правоохранительных органов. Но я думаю, что мы должны создавать такую среду, чтобы не нужно было этого делать, не хотелось бы этого делать. Наверное, должна быть какая-то альтернатива, другие предложения. Любовь Майева спрашивает. Лариса Моисеевна, хотите ли вы возвратиться в пятую школу на должность директора? Ну, для меня до сих пор даже произносить слово «пятая школа» у меня сразу комок горло, потому что я, конечно, свою школу очень люблю. Там совершенно другая атмосфера, совершенно сейчас другая работа. Наверное, решение уже принято, поэтому о возвращении речь не веду, на сегодняшний день, по крайней мере. Вот. Но с уходом из школы что-то большое из жизни ушло, правда. Правда, что в городе будет построен памятник динозавру? Такую идею вынашивает палеонтологический музей. Значит, есть макет этого памятника, и вообще, как бы, я, как человек, очень поддерживаю этот проект в районе железнодорожного вокзала, чтобы установить, потому что это действительно бренд города. Но мне бы хотелось сейчас, в ближайшее время, перешать с руководителем предприятия, чтобы мы каким-то образом обозначили наши достопримечательности на трех въездах в город. Вот. Поэтому, как будет продвигаться, мы будем поддерживать. От меня потребуется личное какое-то участие, но я имею в виду поддержки, обязательно буду поддерживать. А как вы относитесь к тому, что хотят строить памятники в виде мельниц? Ну, хотя бы витрину поставить? Что есть такая подворка? Ну, а в Котельниче-Тремельниче, я, к сожалению, к стыду, наверное, вообще, надо этот пробел восполнять. Я плохо знаю историю Котельниче, потому что я здесь не родилась, и поэтому мне все время становится стыдно, когда начинают о чем-то говорить. Я, правда, пытаюсь решать, но почитать там что-то, узнать новое. Но и времени дефициты вообще. Наверное, не восполнить то, что не было с детства дано. Поэтому, если есть такая поговорка, то, наверное, должен быть такой музей. Правда, почему плохо? Мне кажется, чем больше достопримечательностей, тем лучше. Хорошо. Нормально отношусь. Еще вопросы? Когда исчезнут свалки и мусор, который был еще собран в апреле? Они исчезают и появляются вновь. Понимаете, ну, согласитесь, что когда идешь, допустим, гулять в верхней одежде в прохладное время, больше думаешь о том, как верхняя одежда выглядит. Правда? Потому что ты знаешь, что не будешь нигде раздеваться, там, вот пройдешь в красивом плаще, курточки и так далее. Вот так же мы стараемся сначала сделать лицо города центральной улицы. И мы только уберем на следующий день, вот я бы не поверила, если бы сама этим вопросом не занималась, не контролировала, только уберем на следующий день опять свалки мусора, опять начинаем убирать. Так до бесконечности, советской, октябрьской и до тех свалок, которые далеко, просто не доходят руки. Но я думаю, что у нас срок есть до 15 июля, все свалки, кроме очень грандиозных, типа 4-й школы, будут убраны. Очень интересует вопрос. Проводится ли поддержка в приобретении жилья и улучшении жилищных условий для молодой семьи с ребенком? В наше время трудно без поддержки государства. Есть такая программа, поддержка молодой семьи. В этом году отдел по делам молодежи свою программу составлял. Программу областную попал, значит, да. Я, в принципе, если бы знала, что такой вопрос, могла бы даже посмотреть фамилии молодых семей, которые туда попали. И даже не помню их численность, но порядка шести, по-моему. Могу ошибаться. Артем Мельников задает такой вопрос. Планируется ли в городе появление новых торговых центров, либо обновление старых? Мне кажется, что-что о торговле у нас в городе достаточно хорошо развита. Вот. Тут вопрос неоднозначный. Например, многие жители, скажем, довольны, что пришел такой монстр, как магнит, магазин, да. А предприниматели недовольны. Точно так же, когда заходил сюда Кировский, система магазинов Кировский, тоже были недовольны. Сейчас мы все признаем, что это хорошо, да. Вот. Ну, вообще, когда цивильный магазин, в нем приятно покупать. Так же, как и Кировский торговый дом. Там вот магнит не настолько цивильный, сколько там другие совсем продукты. Но еще до меня, я не знаю, насколько это официально, до меня была решена проблема прихода сюда системы Глобус. Сейчас они купили, насколько я знаю, дом возле третьей школы. Вот этот уголочек, который поворот Новоросского. Там, предполагается, будет магазин Глобус. Денис Ахменин задает такой вопрос. Будут ли делаться новые трибуны на стадионе? Будут. Только не знаю, когда. Будут, да. Мы даже говорили, предложение с некоторыми молодыми ребятами обсуждали, что вот мы давайте их разберем быстро, чтобы была проблема для везда, простор для строительства. Но пока нет средств, правда. Потому что в ФОК вложили, вот вы видели, на дне города купили 200 стульев, таких пластмассовых, для того, чтобы хоть кого-то можно было посадить. Это не хочется делать, ну, как бы, ширпотреб, хочется сделать уже красиво. Поэтому в планах это есть. Но шли слухи, как бы они, что будут пластмассовые даже. Да, да, да. А вот часто бывает в Москве, допустим, в футбольных матчах. Кидается? Нет, болельщики просто их отрывают. И вот не думайте, что может так же получиться, что у нас жители будут. У нас не бывает фанатов болельщиков, у нас ни ЦСКА, ни Спартак, ни Зенит. Я думаю, что у нас до этого не дойдет. Вот, а если просто набезобразничать, это можно и на пластмассе, и на металле, и на дереве, и хоть на чем. Давайте думать о лучшем. Как говорят, делаешь, ломаю, делаешь еще, еще ломаю, делаешь еще, перестанут ломать. Вот так и будем мы по такому принципу жить. Я думаю, что появится красота, все равно рука меньше будет подниматься, ходить по этим скамейкам, пачкать и хотя бы более ломать. Вот, Алексей Трещин вот задал такой вопрос. Скоро планируется новая реформа в такси, будут обязаны техосмотр и ежедневный осмотр. Вот, дополнительная сложность увеличится, то есть медосмотр надо будет проходить водителям. Вот, справится ли наши автобусы, если такой будет? У нас же все такси в городе исчезнет. Ну, я очень рада, что в городе есть такси, потому что мы помним эти многоминутные, даже получасовые, есть ожидания на остановках. Такси – это замечательно, но правила игры устанавливаем не мы, поэтому, как будет, правила будут общие по всей России. Если они таковые будут, значит, надо будет играть по этим правилам. Зачем исчезать такси? Правильно просто работать надо будет, как все. Вот, хотя службы такси, мне кажется, в городе сейчас все довольны. Что касается автобусного парка, сейчас, я думаю, что любую востребованную нишу частники-автотранспортники заполнят без сомнения. Востребованность будет автобусы, потому что это бизнес, есть выгода, будет работать. Еще он же задает вопрос, можно ли автобусы, чтобы ходили просто дольше, они обычно ходят где-то до 10 часов, а хотя бы ходили до полуночи. Потому что, как бы, иногда добираться им очень удобно. Ну, понимаете, вот у нас тоже сложился такой менталитет, что поздно уже никто не ходит. Вот я когда приехала сюда, еще в далеком 88-м году, когда вас еще и на свете не было, меня поразило, что в 8 вечера пустые улицы я была вообще... Обычно любые города оживают вечером, а здесь все, а здесь вымирает. Ну, сейчас немножко ситуация изменилась, но дело в том, что нужно изучать пассажиропоток. Ну, в праздничные дни всегда же дополнительно автобусы идут. Ну, я думаю, что если востребованность будет, вполне... Ну, опять же, я говорю, что если будет одному человеку нужно, без сомнения автобус не пойдет. Поэтому... Ну, хотя бы вот такие районы, как Ленинская искра, вот хотя бы по поводу, чтобы ходили. Там же достаточно много людей живет. Ну, вот надо разговаривать с перевозчиками. Я думаю, что если те же жители Ленинской искры обратятся к тому, кто осуществляет перевозки, кто там у нас осуществляет, Серебряков, наверное, ну, я не знаю, кто там из перевозчиков. Я думаю, что это не проблема вообще. Ну, и если будет обращение в нашу администрацию, мы тоже проведем работу с ними. Вот, Ксения Смирнова интересуется, когда, наконец, в нашем городе будет постоянно работать фонтан? Или как было это однажды, он превратится в живописную клумбу? Так, очень хороший вопрос. Фонтан сейчас работает, мы все стараемся. Сделали, затратили определенные, достаточные для бюджета средства, для того, чтобы он был красивый, видите, он видоизменился, он не настолько прост уже, а в клумбу превращают его, может быть, в том числе тот, кто и спрашивает. Если я иду мимо этого фонтана или сижу, и на моих глазах бросят туда бутылку или там, не знаю, пакет из-под сока, мы все равнодушно на это смотрим. Не надо быть равнодушными, давайте вместе наводить порядок. Это ведь не администрация захламляет этот фонтан. И уследить, и круглосуточного сторожа там тоже не поставить. Давайте в голове там что-нибудь подвернем, и будем относиться ко всему как к своему. Тогда и будет порядок, будет не один фонтан в городе. Валерий Смирнов пишет нам, «Скоро я прихожу из армии, у меня есть образование, и мне будет нужна работа. Что можете сказать по поводу вакансии и востребованности на рынке труда молодых граждан, котельничья, не имеющих стажа?» Ну, вопрос, конечно, не совсем ко мне. Мы трудоустройством не занимаемся, но я так считаю, что даже молодого специалиста без стажа востребованность, если есть, то его возьмут, а если нет, то нет. Тут как бы не знаю, как вмешаться в этот процесс. Мы сегодня, например, на доме обсуждали, что нам нужен юрист, и все депутаты. Я говорю, мы возьмем молодого, который будет учиться. Нет, говорят, нам нужно опытного. Так же и любой работодатель. Он скажет, мне нужен опыт. Я понимаю, что это вообще тупиковая ситуация. Например, предприятию нужен, допустим, бухгалтер, стаж работы не менее трех лет. Где этот стаж заработать, если все хотят не менее трех. Но поскольку у нас молодежи мало, я думаю, что сейчас очень многие уже и работодатели понимают, что молодежь – будущее, поэтому ситуация меняется. Молодых берут с охотой. Я надеюсь, что и вот Валеру возьмут. Светлана Думанен спрашивает. Будут ли решены, наконец-то, многочисленные проблемы Затона? Транспорт, отопление, почта, медицинское обслуживание. Что делать тем жителям поселка, которые не могут купить жилье в самом Котельниче и теряют последние надежды на лучшее? Ну, это сама жительница Затона. Ну, я поняла, я знаю даже, кто это задает вопрос. Ну, мы только что начинали с сюжета по Затону. Мы, в принципе, все проговорили. Ну, я что могу сказать? Сейчас, наверное, очень трудно адаптироваться к нынешней жизни, к нынешним условиям. Людям даже моего поколения может помоложе. А вот молодым-то легче. Они как-то сразу приспосабливаются, находят нишу, умеют там жить. Если не амебы, если хотят чего-то добиться, что-то делают. Ну, я считаю, что политика государства такая. Не могу ничего сказать в отношении жилья. А что касается других проблем, я уже говорила, у нас столько там жилья пустующих. Жилья пустующих, да, никто не хочет ехать даже за даром покупать там, почти за даром жилье. Поэтому, ну, очень сложный вопрос. Я не знаю, как вы на него ответите. Вот она же спрашивает, когда будет отремонтировать фасад самой старой школы города номер 3? Ну, сейчас в школе очень много делается в этом году. Там частично окна будут меняться, расширяем. Опять по предписанию пожарника, в котором важнее на 3 сантиметра расширить проем, чем, допустим, отремонтировать фасад. У нас в таком же страшном состоянии школа номер 2, потому что у нее одно лицо, одна сторона чистенькая, другая неумытое. Поэтому, ну, это проблема. На фасад им, по-моему, денег в этом году не выделили. Вот, но выделили достаточно средств. Ну, там и оконные блоки надо менять, и все. Будем? Может быть, на будущий год, если в этом году не сделают. Вот сегодня только говорили, они начали ремонтную работу, им еще не хватает, еще не хватает. Ой, где взять это-то? Хранцова Алена. Здравствуйте, Лариса Моисеевна. Скажите, пожалуйста, какие предпринимаются меры по проблеме высоких тарифов за ЖКХ? Мне приходили письма из администрации президента, так, из нашей администрации, где очень хорошо описано, по каким причинам цены завышены, а точнее, отсутствие единичной системы теплоснабжения, физический износ оборудования котельных и тепловых сетей, и использование для производства тепловой энергии, дорогостоящих производных видов топлива. Что предпринимается для решения этих проблем? Как жить? Дети растут, а денег даже на питание нет. Таких цен нет ни в одном городе, а зарплату не повышают. Ну, я очень рада, что, во-первых, этот вопрос прозвучал, потому что, когда шла та же предвыборная кампания, почти каждый кандидат депутата говорил о высоких тарифах, все чего-то там обещали. Я сразу говорила, что я ничего не обещаю, но занималась этой проблемой еще и когда просто была депутатом в четвертом созыве, и ездила в прием на президенты, и все. В общем, зачем говорить то, что делал, я хочу сказать о ситуации. Да, действительно, все те проблемы, которые формируют тариф по теплу в нашем городе, правильно отвечено сейчас. Если изменится правило игры на уровне правительства, изменит это постановление, по которому производится расчет тариф, тогда поблажки будут. Судя по публикациям последнего года, так лучше сказать, поняли, что нельзя по одним меркам рассчитывать тариф, например, на мощную там какую-то тепловую электроцентраль, как, например, 55 в Кирове, и на потребителей таких, как мой котельнич, в котором 40 котельных. И причем они действительно в таком топливе. Здесь все очень взаимосвязано. Мы пытаемся сейчас с депутатами вникнуть в проблему производственных инвестиций, которые есть в тарифе. И что сейчас закладывается. Вот недавно я разговаривала с руководителем этой службы региональной по тарифам. Он возмущен тем, что город представил индекс, нам далее спустили на будущий год опять 12%, с чем-то там повышение тарифа. Мы согласились только на 4%. Сейчас идет, так сказать, борьба бездоказательная. В общем, не знаю. В моем понимании перевод на другие виды топлива, на местные виды топлива, в перспективе, конечно, может быть. Мы попали в программу по строительству модульной котельной на горе, которая может закрыть проблемы больничного городка и той части города, которая есть. Но когда это будет построено, все зависит от того, как инвесторы. Они меняются, то одни, то другие. И получается, что никак не дойдем до финиша. Эта проблема пока не решается. Вот в глобальном масштабе, чтобы сказать, вот завтра будет тариф не 2600 за гигакалорию по коммун-энергии, там 2800 по китсу, а 2000 хотя бы. Хотя мне тоже непонятно, почему одна котельная может на угле топиться за 1800, а другая за 2600. Не понимаю я. У нас вот есть, в нашем районе 7000. Нет, но я говорю, стоимость гигакалории. А 7000 оплата за конкретную услугу. Но здесь жильцы тоже в какой-то степени виноваты. Все снабжены приборами учета. Можно каким-то образом влиять на температурный режим, если тепло, уменьшать поступление тепла. Поэтому я могу сказать, у нас два соседних дома, мы занимаемся этой проблемой в своем доме, и мы платим меньше, чем дом напротив, причем значительно меньше. Поэтому, ну, к сожалению, ничем утешить не могу. Не хочу давать пустых обещаний, но сказать, что мы вот просто плывем по течению, ничего не делаем, тоже не могу. Потому что мы стараемся. В силу вообще своих полномочий, в силу вообще гражданской позиции, потому что я понимаю, что действительно выжить нельзя. Если в этом году не удастся ничего добиться с тарифом, во что я с трудом верю, то будем, может быть, возвращаться к муниципальному стандарту, чтобы получали люди субсидии. Ну, вот сейчас задается вопрос о кинотеатре в городе. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, это история с бородой. Вот кинотеатра действительно в городе нет. Тот кинотеатр, который существовал раньше, он считается у нас... Он не принадлежит городу, и он уже продавался из рук в руки, и городская администрация никак повлиять на это здание не может. Но есть варианты, есть желание у одного предпринимателя открыть сейчас детский развлекательный центр, в котором будет два зала. Ну, по крайней мере, две недели назад мы с ней разговаривали, она это планирует в районе старого автовокзала. Если у нее планы изменились, тогда я неправду говорю. Есть еще заинтересованность отдельных лиц по залу детского центра. Так что я думаю, что кинотеатр у нас в городе, все равно в ближайшее время будет. И я думаю, что катастрофа восстановиться от того, как из-за т Except eve на держу переход, говорил мне дождаться на тотний stories, что мы даем с вами Sedan. Это прекрасный вид. Эти на стоп-от.